Здравствуйте! Я продолжаю вам рассказывать предысторию событий в конце 1905 года, которые произошли в Коломне, в подмосковном городе, на станции Галутин. Эти события в русле революции 1905 года как-то несколько необычны, по крайней мере, для меня, потому что я вырос в той среде, где постоянно вспоминались о тех кровавых событиях, на том немножко о логичном, скажем так, поведении царского правительства. Но об этом впереди. А сейчас о начале, самом начале революции 1905 года. Слово мы тут использовали на заглавии «фрустрация в обществе». Фрустрация – это когда вот ребёнок сталкивается с ситуацией, в которой неоправданы его надежды, да и взрослый человек тоже. Он начинает вести себя совершенно непредсказуемо. Агрессивность сменяется плаксивостью, он ломает любимую игрушку, обижает маму. Вот что-то такое он делал. Сам потом об этом будет жалеть. Но, тем не менее, так получилось, что к 1905 году в российском обществе накопилась масса проблем. Накопление этих проблем началось ещё во времена Петра Великого, который, борясь за, так сказать, возвеличивание статуса России, до статуса великой европейской державы, пошёл на создание крепостного права, той его формы, в которой люди крепостные стали товаром, они стали рабами, которых продавались на базарах. В течение полутора веков общество жило вот в таких вот условиях. В таких вот неразумных условиях приходилось существовать пишущим людям, которые были, так сказать, выразителями духа нации, ну, по крайней мере, для нас. Они писать-то писали, но вот об этом факте прямого, так сказать, рабовладения, они открыто писать не могли, потому что существовала в ту пору очень жёсткая цензура, и политическая, и церковная цензура. И писать о том, что вот как вот аморально торговать крестьянами напрямую было не принято, не положено. Да и многие из тогдашних наших властителей умов, писателей, они сами были крепостниками. Взять того же самого чернокожего поэта Пушкина, который у нас в России был крепостным. Вот, о нём, правда, крепостником, владельцем крепостных, рабовладельцем. Про него, правда, писали следующую вещь, что вот, мол, некоторые из наших поэтов, которые очень гордятся своим высоким происхождением, происходит от людей, купленных когда-то за бутылку рома. Вот к тому, что его предок Ганнибал чернокожий был куплен Петром Первым где-то там, якобы, за бутылку рома. Вот какие вот дела. А сам он здесь был, значит, вот, рабовладельцем, к сожалению. И вот в этих условиях, когда обществу приходилось молчать, мириться, возникали вот эти вот двойные стандарты, что, с одной стороны, нужно было заступаться за христиан, которых обижают в Турецкой империи, продают, значит, на невольничьих рынках в Турецкой империи, а у нас, понимаешь, тех же самых, ну, не тех христиан, а своих христиан продают на своих невольничьих рынках в Российской православной христианской империи. Так уж получилось, что гибель крепостного права была в нашей истории связана с таким, значит, тоже военными событиями, с обороной Севастополя, с его падением. Эта оборона Севастополя, она, скажем так сказать, вписала славные страницы в нашу литературную летопись. Воин, взошла звезда Льва Толстого, который написал севастопольские рассказы, вот такие вот замечательные повествования о событиях севастопольской кампании, севастопольской, значит, страды. И нужно вам сказать, вот это, кстати, на этой картинке показан обстрел Севастополя, значит, эскадры, так сказать, союзников, то есть наших противников, они друг друга были союзниками. А это вот вид Севастополя, бухты севастопольской, корабли стоят на рейде, перед вот этой знаменитой Крымской войной, севастопольской, значит, обороны Севастополя. Так уж получилось, что в 1905 году, в 1904-1905 году ситуация сложилась очень похожая. Россия вынуждена была тоже вести войну, неудачную войну. Ну, в народе ходило мнение, что, вообще-то говоря, вообще-то говоря, значит, война ведётся неправедными методами, что продажная администрация не доставляет нужного количества патронов, снарядов, обмундирования для армии, что в нашей стране происходит разложение правящего слоя. Вообще-то говоря, вот эта вот восточная, дальневосточная война возникла в связи с тем, что часть Китая, Манчжурия, попала в сферу влияния царской России. Что это такое, значит, сфера влияния? Вот в ту пору вот огромная страна с древней цивилизацией, Китай, ну, как-то так получилось, что очень сильно отстала от европейских держав и даже от России. Будучи густонаселённой, она представляла собой выгодный очень рынок сбыта для европейских товаров. Тогдашняя европейская промышленность, и российская тоже, нуждалась для, так сказать, реализации, для фиксирования прибыли, как сейчас говорят, в рынках сбыта. Если какой-нибудь российский, так сказать, фабрикант эксплуатировал, так вот говоря марксистским языком, своих рабочих, бывших крестьян на ткацких фабриках или на стекольных заводах, ему нужно было иметь сбыт продукции. Внутренний рынок его не удовлетворял. Ему нужны были внешние рынки для сбыта продукции. В частности, продукция текстильной промышленности, стекольной промышленности активно предлагалась и продавалась на восточных рынках. Иран, например, покупал, вы не поверите, в России даже нефтепродукты, керосин. То есть нефтеносный Иран в ту пору, значит, был покупателем нефти, российской нефти, которая добывалась тогда в азербайджанском Баку. Вот так вот получилось. Один из проводников российской политики на Дальнем Востоке был уже упоминавшийся нами Сергей Юрьевич Витте. Убытность свою, значит, когда он занимался железнодорожными делами, была построена китайская восточная железная дорога. Эта железная дорога пересекала, значит, Манчжурию и заканчивалась во Владивостоке. Вот такая вот доехать от Москвы до Владивостока в ту пору можно было только переехать через территорию Китая. Так получилось, что перед самой революцией 1917 года, только перед самой революцией 1917 года, была завершена, значит, обходная, вот, так сказать, дорога, которая вокруг Манчжурии проходила по территории Российской империи. То есть только вот где-то вот к Октябрьской революции 1917 года можно было до Владивостока добраться целиком по территории Российской империи. По Российской территории. До этого приходилось заглядывать в Китай. В Китае на этой КВЖД, Китайской восточной железной дороге, возник город, в основном построенный, так сказать, русскими и для русских. Ну, конечно, используем китайская рабочая сила, так же без этого. Город, который назывался Харбин, вот одним из творцов этой дороги и вообще всей этой восточной политики российской, был, значит, Сергей Юрьевич Витте, здесь он уже в преклонных лет Сергей Юрьевич изображен. А надо сказать, что он жил там как такой маленький царь, можно сказать. У Китайской восточной железной дороги была своя небольшая армия, называлась она железнодорожная стража. То есть вот у него была власть над этим вот дорогой, была над дорогой у него, значит, и, значит, власть, так сказать, силовая, силовая структура своя была. Так вот, когда из-за Манчжурии возникал конфликт с японским императором, с Японской империей, а японцы осадили крепость Порт-Артур, которая на самом, значит, конце, на полуострове Дальне находилась в Манчжурии, Ляудунский полуостров теперь это называется, Там оказалась блокирована Тихоокеанская эскадра, как называли Первая Тихоокеанская эскадра. На выручку ей из Петербурга, из Кронштадта была отправлена Вторая Тихоокеанская эскадра. Броненосцы, самые современные по тем временам, шли под флагом адмирала Рожестинского. Вот адмирал Рожестинский, как ни странно, начиная с 1953 года, стал иметь некоторые отношения к Коломне. Дело в том, что после того, как он получил военно-морское образование, он закончил еще Михайловское артиллерийское училище. То есть, он еще артиллерийское образование получил. Ну, это совершенно правильно для флотоводца, видимо, потому что где самые большие орудия, где самые дальнобойные пушки? Конечно, на кораблях, на броненосцах разумно было. Так вот, он закончил то самое Михайловское училище, которое с 1953 года находится в Коломне. То есть, он, в общем-то, какое-то маленькое отношение к Коломне тоже имел. Ну, в силу того, что он проиграл ту битву с японцами, значит, которому пришлось с ними вести в Цусимском проливе, о нем, конечно, можно говорить всегда всякие нелицеприятные вещи, говорить, что он был груб, что он был не сдержан. Ну, кто его знает, был ли он таким. С другой стороны, он ведь тоже выполнял приказ, который получил из Петербурга. Их был флот отправлен почти вокруг всего света, вокруг Африки. Отправлен был в Китай на выручку на гарнизону Порт-Артура. И вот, когда они прошли примерно половину пути, выяснилось, что Порт-Артур пал. И все вот эти вот огромные корабли, которые шли, цель их дальнейшего движения оказалась не очень ясной. Что они должны были сделать? Порт-Артура нет, помогать некому. Ну, цель была поставлена такая, прорваться во Владивосток. Ну, какая-то такая была и реальная цель, согласитесь со мной. А зачем прорваться во Владивосток? И вот они стали двигаться навстречу своей гибели, прорваться во Владивосток. Неминучая была погибель. В Цусимском проливе встретили их японские корабли под командованием адмирала Тога. Бой возник. Тога оказался более талантливым флотоводцем. Его флот действовал с близлежащих баз. Он активно поддерживал большое количество легких кораблей, миноносцев. Битва была проиграна. Большое количество кораблей погибло. Часть кораблей попала в плен, много людей попало в плен, в том числе адмирал Рожестинский попал в плен. Корабль его погиб. Адмирал Генералиссимус Суворов, на котором он командовал своим флотом. Так уж получилась неприятная история. В обществе она произвела страшное впечатление. Тягостное впечатление. Поражение за поражением. Особенно вот эта вот Цусима. Понимаете, люди были крайне раздражены. Ну вот в Коломне, например, ходили слухи, что вот открывают солдаты ящик, там лежат иконы, а должны были лежать для пушек, так сказать, снаряды. Им поставили вместо снарядов иконы. А бывает солдат сапог, а у него, так сказать, подошва, так сказать, картонная. Ну как тут повоюешь? То есть на поставках в действующую армию наживались люди, нечистые на руку. Люди, которые, ну, как вам сказать, на фоне общего, как казалось бы, который должен быть такого патриотического подъема, которого всегда-то бывает во время войны, они нагло наживались, нагло использовали, так сказать, трудности. Это всегда было. Это было и в русско-турецкую войну, когда Россия во времена Александра II освободителя освободила от османского ига, как это вот в книгах пишут, османского ига, Болгарию. Так и в это время. Аналогичная была совершенно ситуация. Никакие пушки, никакие героические люди не могли победить вот в таких условиях, когда верхушка не могла управлять. Она могла только воровать. Управлять никто на верхушке правильно не хотел. Каждый думал только о наживе. Если ставил вопрос получить прибыль 200% или помочь армии, выбирали прибыль 200%, а еще лучше 500%. Вот такая была ситуация. Вот это вот совершенно бессмысленное, но вот так во всяком случае было воспринято публика, вот это вот движение эскадры Второй Тихоокеанский навстречу своей гибели. Вот действительно, вот они половину своего пути шли без всякой цели, просто как запрограммированные роботы с испорченным управлением. Никак не могли вот свернуть в другую сторону, шли и шли навстречу своей гибели. В результате погиб флот, целый флот. То есть это результат работы судостроительной промышленности России не одного года, это десятилетия, последние десятилетия, последние новинки военной техники там погибли. Вот какая вышла ситуация. Ну, царь вот правил страной Николай Гимназистки, получив вот такое вот известие о гибели русской эскадры, о падении Порт-Артура, вообще о таком позорном проигрыше компании на Дальнем Востоке. Говорят, что посылали даже телеграммы поздравительные японскому императору. Ну, вот это вот как раз явный признак, так сказать, фрустрации в обществе, да. Ну, что поздравлять своего противника, да. У моей бабушки был жених, в Лепгвардии служил, он погиб вот там, на японской войне. Вот бабушка моя вышла замуж только в 24 года, по тем временам это достаточно большой был. Значит, возраст жениха потерял в японскую компанию. И вот случилась интересная ситуация. Россию, кстати, Коломну, кстати, посещал Николай. В тот момент в Коломне базировался, по-моему, 5-й мортирный полк, и вот перед отправкой его на войну, значит, на Дальний Восток, его посещал Николай I. Говорят, что Коломну посещал в ту пору, ну, правда, вот так говорить говорят, но достоверных сведений вот архивных нет, что её посещал Иоанн Кронштадтский, знаменитый такой наш святой теперь, очень уважаемый в народе. И из уст в уста передаётся, из уст в уста передаётся, в книгах не пишется его, такое вот, скажем, утверждение, замечание. Вот считалось, что Иоанн Кронштадтский очень, так сказать, молитвенник большой, может отмолить, как говорится, вымолить у Бога, значит, любого грешника. Так вот, говорят, что он говорил, я не могу, говорит, Романовых вымолить у Бога. Что он имел в виду? Какую историю? С чем связаны? Связано ли это было с тем, что при восшествии на престол первого Романова Михаила Фёдоровича в Москве на Спасских воротах был повешен трёхлетний ребёнок, Ванечка, сын Лжедмитрия и Марины Мнишек? Кто его знает? Может быть, это связано с тем, что случился церковный раскол при Романовых. Вот он, Лжедмитрий, отец Ванечки, повешенного на Спасской башне Кремля. Вот Марина Мнишек, мама того трёхлетнего мальчика, та самая Марина или Маринка, которая была заточена по преданию в одну из башен Коломенского Кремля. То ли дело в том, что Пётр I, который уничтожил патриаршество, упразднил патриаршество на Руси, превратил церковь исключительно в некий такой чиновничий институт предаток государства. И он же учредил вот это крепостное право, когда людей можно было продавать на рынке, вот эти все ужасы, которые он сотворил. Связано ли это с церковной реформой Алексея Михайловича, отца Петра Алексеевича, когда общество по милости царя и патриарха Никона, царя Алексея Михайловича и патриарха Никона, оказалось расколотым благодаря вот этой церковной реформе. Прямо скажем, непродуманной, резко сделанной, плохо объяснимой на самом деле эта реформа. Кто его знает, почему? Ну, факт тот, что и народ, так сказать, общественное мнение Романовым не хотел упрощать. Ведь, видите ли, в чём дело, не обязательно, чтобы каждый или там 20% не хотело бы мириться с Романовыми. Для того, чтобы в обществе начался шум или гражданская война, достаточно, чтобы несколько процентов населения проявили активность. Ведь достаточно, действительно, чтобы всего лишь несколько процентов населения вышло на улицы с демонстрациями. Вот этот период, вот этой вот шока или фрустрации, вызванный поражением в Японской войне, в России начались в массовом, так сказать, порядке демонстрации рабочих, студентов, интеллигенции, и, значит, под разными такими вот лозунгами, раздражительными, раздражёнными, направленными против царя. И 9 января 1905 года, то есть по новому стилю, вот это, кстати, 22 января. Вот иногда вот, почему-то, иногда отмечает наша пресса, радио, телевидение вот эту годовщину вот этого события, что произошло 9 января, кровавого воскресенья, почему-то именно 9 января по новому стилю, ничего подобного, это 9 января по старому стилю, 9 января по старому стилю, на Дворцовой площади Петербурга произошло труднообъяснимое событие. Рабочие, ну, расстроенные вот этой вот поражением в войне, недовольные своим положением экономическим, отправились к царю с депутацией. Депутация была отправлена к царю. С иконами шли, с хоругвями. Вообще, это одна из загадок нашей истории. Я вот помню еще застал, метались, значит, умы наших еще-то советских историков в поисках объяснения вот этого необъяснимого факта. Зачем, значит, войска, солдаты, стоявшие в цепи возле Зимнего дворца, взяли и расстреляли демонстрацию, вот эту вот мирную демонстрацию, рабочие Петербурга шли к царю, чтобы вручить ему петицию, в которой они просили его, так сказать, о заступченности, его как помазанника Божьего, со всеми, значит, уважительными обращениями, все как положено. Зачем это было сделано? Ввинили одно время попа Гапона, так его назвали, поп Гапон, священник, который вел, так сказать, работу в рабочих массах Петербурга, на него возводился поклеп, что якобы это был провокатор, который специально спровоцировал, ну, совершенно глупый поклеп, зачем это надо было ввести рабочих, чтобы расстрелять их перед Зимным дворцом. Для чего? Кроме для того, чтобы посеять возмущение, ну, не было никакой необходимости. Зачем рабочих-то расстреливать царю? Совершенно непонятно, или кому там было нужно. В общем, это загадка, остается загадкой. Это было еще более жесткое пощечино обществу. Свои же расстреляли мирную демонстрацию рабочих под, так сказать, хоругвями, под православными, значит, иконами. Зачем? Почему? Непонятно было. Сразу же начались протесты по всей стране, демонстрации. Восстания начались на флоте, в армии, значит, демонстрировали. Это вот, по-моему, на Невском проспекте демонстрация, если не ошибаюсь. Значит, активно народ очень был настроен против царя. Вот так вот он, именно к царю, тогда именно стали его звать, так сказать, Николашкой. Очень удачно вспомнили его прозвище, которое дали ему из-за кровавых событий на его коронации. Николай Кровавый. Вот это вот вспомнили ему. Вот такую вот вещь. Непонятно было, для чего это было сделано. Почему в коридорах власти, почему в царских палатах, вот, как-то не отреагировали должным образом на такую провокацию. Более того, пропаганда стала вестись среди, значит, в Коломне, по крайней мере. Официально коломенская вот такая вот верхушка бюрократическая, полицмейстеры, прочие все объясняли следующее. Рабочие хотели убить царя в дворце зимнем. Солдаты его защищали и расстреляли вот этих вот злоумышленников, которые хотели убить царя, вот батюшку, вот в его золоченой, значит, клеточке. Ну, это очень давно испытанный прием, когда заговорщики в Москве, в московском Кремле убивали лжедмитрия I, то, значит, сообщники заговорщиков кричали, значит, в московском посаде, собирайтесь, пойдемте в Кремль, поляки убивают государя, бей поляков. Ну, и вот эти вот, так сказать, посадские люди, значит, перебили поляков, которые, единственное, могли оказать помощь лжедмитрию I. Вот такой был трюк. Такой же трюк проходил и вот тогда вот во внутренней нашей пропаганде. То есть людей путали совершенно непростительным образом, потому что ясное дело, что должна выясниться правда, не удастся в таком, значит, в миллионном городе, которым был Петербург, где очень много людей, свободно говорящих, свободно мыслящих, свободно передающих информацию друг другу, невозможно было утаить от российского общества подлинную природу этих событий. Это могло только спровоцировать. Вот эта вот необъяснимость этого расстрела, то есть это, пожалуй, одна из загадок нашей истории, вот этот вот расстрел 9 января 1905 года. Ничего не могла она сделать. Значит, в Коломне отреагировали, значит, на это дело социал-демократы. Нужно сказать, что к тому времени, вот в период вот этой вот, значит, фрустрации после поражения в войне, руководство такой вот активностью рабочей массы приняли на себя социал-демократы. Социал-демократы и эсеры, то есть социалисты-революционеры. Вообще так получилось, что в революции 1905 года, это вот сейчас мы как-то вот об этом знаем и свободно говорим, эсеры и социал-демократы как бы постоянно дублировали друг друга. Проводились совместные у них мероприятия. Скажем, в Москве руководители, значит, боевых дружин по районам московским обычно действовали парами. Один был, значит, большевик, социал-демократ, а другой был эсер, социалист-революционер. Ну и, кстати говоря, некоторые социалисты-революционеры, которым посчастливилось погибнуть в 1905 году, их именами названы станции, улицы, вот как, например, улица станции Ухтомского, да, такая из-под Москвы. Это в честь социалиста-революционера, машиниста-железнодорожника Ухтомского, руководителя боевых дружин в районе вот этой вот Каланчевской улицы, Каланчевской площади, в районе площади трёх вокзалов он там был. Ну так вот, в Коломне, около заводской лавочки, вот её фотография, и, значит, начал после смены собираться народ. Всех останавливал любимец молодёжи Коломенской, красавец-мужчина, студент университета, рязанец Николай Сапожков. Он был, говорят, замечательный оратор, рабочие, которые о нём вспоминали, говорили, что он мог с первых же слов сразу брать за душу. Вот, он всех останавливал и говорил, товарищи, остановитесь, важные новости, послушайте. Это вот как раз речь шла о тех новостях кровавых, которые поступили, значит, о событиях 9 января. Ну, к первому февралю, значит, обстановка достаточно сильно накалилась, прибавились вот к чисто вот таким вот, значит, вещам, значит, политическим, ещё и экономические требования. Забастовка должна была разразиться на заводе. Забастовку, значит, пытались погасить, потому что железные дороги ждали выполнения срочного заказа, необходимого для перевозок, перевозок военных перевозок туда вот в Манчжурию и из Манчжурии. Ну, как-то так вот сумели уговорить рабочих не бастовать, сумели замять это дело. По-настоящему забастовка не состоялась, то есть, значит, 700 человек один цех не поработали, значит, другие цеха не поработали вслед за ними. Ну, и пересмотрели расценки, сократили рабочий день в субботу на 2 часа, разрешили заканчивать смену за 10 минут до гудка. Вот интересно, для чего это подавался гудок, и как рабочие узнавали о том, когда будет 10 минут до гудка. Кто-то должен был их предложить. И вот летом 5-го года началась в Коломне такая вот активная шевеление пропагандистское. Вот уже партии руководили, так сказать, ну, как бы сказать-то, возбуждением возмущения масс. Стандартными местами сбора были несколько, вот, знаете, несколько мест было, ну, в частности, Парфентьевский луг, вот этот вот напротив Коломнзавода, значит, на другом берегу до сих пор там луг так и остался. Монастырь, вот такая вот плохая-плохая вот фотография с картины советской эпохи, тоже, наверное, не очень хорошая, которая изображает сходку около Галутвина, старого Галутвина монастыря. И присылали агитаторов в Коломну из центра, то есть из Москвы. И вот из Москвы приезжал и несколько раз агитировал очень интересный человек. Литвин Седой его звали. Литвин Седой, значит, более или менее благополучно пережил 37-й год, то есть его не расстреляли. Такая вот черта, грань, в которой очень много людей, ну, с дореволюционным стажем, так сказать, политической борьбы поплатили своей жизнью. Вообще-то такие люди со стажем дореволюционной борьбы и с любым другим, значит, стажем борьбы с легальной властью, значит, в нелегальном состоянии, они опасны для любой власти, честно говоря. Кто их знает, на что они там могут пойти. Люди-то привычные. Помню, моя бабушка всегда говорила, вот, говорит, значит, в наше время, так сказать, Пушкина ведь представляли, как человека такого направленности анти, так сказать, царской, анти, так сказать, царистской, подчеркивали его эпиграммы, в которых он под видом каких-нибудь римских императоров критиковал, значит, своего родного императора. Вот на них что-то такое все бы сказал. Бабушка моя говорила, был бы сейчас жив Пушкин, он бы против этой власти, было бы все равно. Ну, вот такие вот люди, так сказать, будораги, да? Так вот Литвин Седой. Очень интересная фигура. Вот полюбуйтесь на него. Он наш коломенец. Вообще-то говоря, значит, он был сыном отставного военного. Сам Литвин Седой писал так в своих биографиях. Его отец был не то унтером, не то фельдфебелем, не то каптенармусом. Вот какой он был человек. И вот этот самый не то унтер, не то фельдфебель, не то каптенармус, он устроился работать в Коломне, сторожем где-то. Где-то сторожем, то ли, значит, на Коломзаводе, то ли, скорее всего, на цементном заводе в Щурове, да, вот на другом берегу реки Оки. Мать их кормила, еще они потом в Москву постарались переехать. Мать их кормила тем, что на свадьбах готовила и вот приносила домой всякие обедки да огрызки, как писал Литвин Седой в своей биографии. Надо сказать, что отдали Литвина Седого к брату в обучение слесарному делу, когда он был маленький, был он всего лишь навсего Литвин. И научился он там паять, значит, пилить, и убежал брат. Стал работать на железных дорогах в Москве, на заводах, вот стал таким вот пролетарием, ушел он из-под мастериев, не понравилось ему получать колотушки от своего брата. Стал он жить самостоятельно, и вот он пишет о тех временах очень интересно. Вот интересно он очень пишет такую фразу. Вот давайте сейчас я вам ее прочитаю. Как же он пишет про себя, про свои тогдашние политические взгляды. Так, ненавидел я, говорит, религию и был заражен антисемитизмом. Так вот, очень интересно, что в Большой Советской энциклопедии там есть статья про Литвина Седого, и там рядом с его официальным именем и отчеством, Зиновий Яковлевич, в скобочках дано, Залман Янгелевич. Вот действительно, Залман Янгелевич был, видимо, настоящим интернационалистом, раз, значит, будучи, так сказать, сыном еврея, успел побывать в школе антисемита даже. Вот, ну, настоящий действительно интернационалист. Отец его, видимо, был из тех евреев, которые при Николае Первом, а он был как раз Николаевский, еще солдат, солдат Николая, со времен Николая Первого. При Николае Первом служил, в армии был такой набор желающих служить в армии евреев, которые при этом сохранили свое, значит, еврейское вероисповедание. Ну, попытка такая была у тогдашнего царского правительства. Вот такой вот был Литвин Седой. Один, кстати, из руководителей боевых дружин в Москве, ну, значит, со стороны большевиков, то есть со стороны социал-демократов он был руководитель. Вот на этой вот такой вот милой, трогательной, почти домашней картине изображен Литвин Седой, который произносит речь где-то на лугу, за городом, значит, перед рабочими. Они, значит, перерыв перешли по Плашколотному мосту, значит, на другую сторону, а там Литвин Седой их агитирует против царской власти. Пожалуйста. С доставкой на дом агитация. Происходит. Имеет место быть. Ну, так вот. А ту пору случилась такая ситуация, что царское правительство как-то немножко не поняло, не поняло, не прочувствовало правильной модели поведения. Многие вещи, которые должны были происходить самостоятельно, происходить изнутри, из души народа, они заорганизовывались. В частности, происходил, например, сбор пожертвований на Красный Крест, на раненых, значит, путем просто, типа, как налогообложение, значит, зарплаты рабочих. Это вот как-то вот с одной стороны приводило к протестам, а с другой стороны девальвировало саму идею добровольных пожертвований. Какие же добровольные пожертвования? Ну, вот, по крайней мере, вот к лету 1905 года, когда уже по всей стране всякие бурлили силовые, так сказать, противостояния, по крайней мере, в Коломне агитация вся легла на плечи, то есть, вот эта организация такого вот движения масс из, ну, так вот называть, стихийной, условно, да, из стихийной, то есть, организованной своими авторитетными рабочими, то есть, закоперщиками, она превратилась в такую организованную партиями, то есть, партиями социалистов революционеров и большевиков. Организованный стал этот процесс, то есть, партийные деятели, естественно, в эти партийные деятели очень быстро попали, значит, активисты, так сказать, марксистского движения, марксистских кружков, вот такие, как братья Сапожковы, наши два красавца коломенские, рязанского производства, вот, вот они, значит, стали партийцами. Нет, мой Иван Михайлович, тоже оказался социал-демократом. И вот эта вот ситуация, ну, вот эта вот заорганизованность и сопротивление тоже не очень симпатична, с одной стороны. С другой стороны, понимаешь, конечно, что неорганизованное сопротивление не могло иметь шансов на успех. Каждый мог спокойно побурчать в курилке о чем-нибудь, но это не влияло на устои власти, их никак не расшатывало, ничего не меняло, да? А вот тут вот вот такая вот организованная саботаж, скажем так, он, с одной стороны, был, видимо, на руку все-таки внешним противником России. Это как-то не очень симпатично, честно говоря. Правда, найти ту пружину, которая приводилась в действие противниками России, через которую общались с противниками России противники царского правительства, найти ее крайне трудно. И, насколько я себе представляю, она так до сих пор и не обнаружена. Возможно, что это просто почти случайное совпадение. За исключением, может быть, случая, которая связана с явной помощью немецкого правительства в экстрадикции в Россию Ульянова-Ленина и его сподвижников, которые боролись против власти в России. Пожалуй, больше и нет таких случаев против власти, той власти, которая поддерживала войну на Германском фронте, выступавшей за выход России из войны. Вот они вот это поддержали. А так, особенно-то, больше поводов сомневаться в искренности массы революционеров никакой нет. Никакой нет. Итак, к моменту наступления вот этих вот утра вот этих кровавых событий пятого года, Коломна подошла в состояние такого перманентного так, митингования, перманентных социальных таких вот выступлений. Но все это происходило в рамках дозволенного. Силовые методы не применялись ни с одной из сторон. Хотя, конечно, полиция старалась доминировать чисто физически. В нужный момент вызывались войска, то есть войска могли какую-нибудь забастовку предотвратить просто своим присутствием, появлением. Но до кровавых дел в то время еще не дошло в Коломне. Коломна, надо сказать, к тому моменту разделилась как бы на два лагеря. Это те, кто уже обжился в царской России, те, кто уже давно был горожанином. А нужно сказать, что в России вообще горожанин, ну и в любой такой феодальной, как говорится, стране, горожанин живется лучше, чем не горожанин. И вот были такие люди уже с большим городским стажем, с большим городским прошлым. И новые горожане. Новые горожане это в основном были рабочие заводы. Завод к тому времени существовал всего 40 лет. Он постоянно рос очень сильно. Там почти 10 тысяч человек работало. По тем временам очень большое количество. В ту пору ведь примерно 90% населения составляли крестьяне в России. Поэтому поселок 10-тысячный это много, это сильно. Это большой поселок. И к ним плохо относились коренные горожане. Вот этот конфликт. Они не хотели войти в их положение, не хотели понять причину вот этих протестов. Ведь кроме таких политических протестов, связанных с военным поражением, с такой неприятностью военной. Кроме этих причин были еще и свои социальные причины. Маленькая зарплата, постоянно надо это вот могут тебя оштрафовать на работе, надо давать кому-то взятку, чтобы еще работаешь, да еще взятку дай мастеру, чтобы он тебя хорошо закрыл. Это вообще очень такое типичное состояние для российского и даже для советского рабочего. У них так было принято мастеру нести подарочек, с каждой зарплатой ему собирали десятку, десять рублей, тогда это были приличные деньги. То есть мастера жили не столько своей зарплатой, сколько благодарностью рабочих. Это такая типичная была вещь. Как-то нехорошо это было, неприятно. Забыли люди, что называется Бога, забыли, что сами-то в основном люди, которые уже в городе как-то установились, в нижних слоях, сами когда-то пришли сюда в город из деревни, ведь большинство тогдашнего купечства, значительная часть, это были новые купцы, не было такого слова, ни новые купцы, ни новые русские, это были те, кто из крепостных когда-то после отмены крепостного права удачно занялся своим бизнесом в городе, то ли извозом, тоже ведь наверное жили, снимали угол где-нибудь вот эти извозчики, потом семью свою привезли, потом комнату сняли, тоже тяжело жили, забыли, как сами тяжело жили, и слишком высоко взлетели, и вот получился такой вот в Коломне ступенька, вот те, кто живут по одну сторону городской заставы, внутри городской черты, и те, кто живет рядом, то есть в километре, в одной версте примерно от городской черты, в поселке Боброво, но об этом в следующий раз, об этом вот конфликте таком моральном скорее, чем физическом, моральном конфликте между, так сказать, Бобровскими и Коломенскими, и чем все это закончилось. Желаю вам всего доброго, удачи, здоровья, до свидания. до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин,